Сегодня мы обсудим ситуацию, о которой написала мне наша телезрительница Тамара. У нее проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Нет контакта с детьми, и чем старше они становятся, тем больше отдаляются. Часто бывает, что дети не готовы общаться с родителями, особенно в переходном возрасте. Значит, взрослым придется наблюдать за ними со стороны. Выслушивать, если ребенок приходит поговорить. Ни в коем случае не приставать с расспросами и не навязывать свои советы. Когда дети сами хотят что-то рассказать, слушайте и не перебивайте. В этот момент ваш ребенок открыт перед вами, он доверяется вам, и такие ситуации надо ценить. Ребенок закроется и будет искать другого слушателя. Ваша задача, как родителя, осознать, что надо уважать свое дитя, его образ жизни, его принципы и увлечения. Тогда границы между вами сотрутся и образуется поле дружбы. Так вы сможете стать своим человеком не только для собственного ребенка, но и для его друзей или вообще чужих детей. Сработает принцип, о котором я говорила в уроке про грани и границы – свой среди чужих. Если же вы хотите везде диктовать свои правила, а от ребенка ждете только послушание, даже не надейтесь. Установить с ним контакт не получится. Вы останетесь чужим среди своих. Вроде бы есть семья, отношения, но нет общего поля уважения. Распределение обязанностей по дому – тоже уважение, но близкое, доверительное – дорогого стоит. Конечно, любить друг друга – это труд. Нужно постараться понять своих близких, научиться ценить их, защищать и обязательно уважать. Обязательно посмотрите урок про типы личности. Знание, кто ваш ребенок, даст понимание его врожденных особенностей характера. С вами была я, психолог Оксана Тумадин. Если вам нужна моя помощь, опишите свою ситуацию, и мы поговорим о ней в одном из следующих выпусков. А пока желаю всем терпения, сил и любви. До следующей встречи!